В эфире Бук ТВ итоги недели. Я Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что нового и интересного произошло в городе Бресте. Сегодня в выпуске. День знаний отмечает Брест. Первый звонок нового образовательного сезона прозвучал в 50 учебных заведениях областного центра. Вместе с ребятами волнение начала учебного года в 6-й Брестской школе разделил градоначальник Александр Рогачук. Нам 15. Моровестники. Брестский областной лицей имени Петра Мироновича Машерова в этом году отмечает 15 лет со дня образования. 1 695 выпускников, из них 147 золотых и серебряных медалистов, подтверждают лицей флагман образования региона. Сегодня для лицистов новобранцев прозвучал первый звонок. Очередной подарок тысячелетию. На текущей неделе в Бресте состоялось торжественное открытие нового учреждения дошкольного образования. Во втором юго-западном микрорайоне начал свою работу Яслисад номер 7. Лучшие спортсмены-гребцы из 24 стран вышли на водные дорожки Грибного канала. Престижный спортивный форум чемпионат Европы по гребле академической принимает Брест. И прямо сейчас об этом и не только. Сегодня на улицах было особенно ярко от цветов и очень много белого от блузок и воротничков. Школьники отдохнувшие, загоревшие и полные сил бодро шагали на торжественные линейки, посвященные началу учебного года. В областном центре Брещины первый звонок нового образовательного сезона прозвучал во всех учебных заведениях среднего звена, которых, к слову, в городе над Бугом полсотни. Вместе с ребятами волнения начала учебного года в 6-й Брестской школе разделил градоначальник Александр Рогачук. Подробности далее. Линейка, посвященная новому учебному году, всегда событие и всегда волнительное. Неважно, в первый класс идешь или в 11-й, переживают и те, для кого собственные школьные дни уже позади. Родители и педагоги. Каждый новый образовательный сезон – это новая страница, которую очень важно заполнить победами. Готовы к работе и в 6-й Брестской школе учреждений с богатой историей и особой атмосферой. Школа была построена в 1955 году, хотя школа номер 6 была здесь же, в районе Киевка, построена на улице Тургенева в 1944 году. Так что наша школа одна из старейших. Всего в 6-й школе учится порядка 280 человек. В первый класс в 2018-м здесь идут чуть менее 30. В ходе торжественной линейки малышам были вручены подарки – книги от президента Беларуси. На путстве этим мальчикам и девочкам, а в их лице и остальным первоклассникам-брещанам дал мэр областного центра Александр Рогачук. Сегодня 4200 молодых ребят-брещан пошли первый раз в первый класс. Из этих 4229 именно первоклассников школы номер 6 я хочу им пожелать прежде всего быть здоровыми, хорошо учиться, радовать своих родителей и гордиться тем, что они живут в лучшем городе на земле, в городе Бресте. Сегодня в это непросто поверить, но не так давно поднимался вопрос о том, чтобы шестую школу оптимизировать. Но после детального рассмотрения и обсуждения решение было принято иное. Последние несколько лет здесь проводится поэтапная реновация. Учебное заведение решили сохранить как сердце микрорайона Киевка. Буквально несколько дней назад мы открыли суперсовременный дошкольный педагогический комплекс на 350 мест. Да, это новые технологии, это новое в архитектуре, все там здорово и замечательно. Вместе с тем губернаторам поставлена задача дойти до каждой школы, в том числе для малокомплектных школ, которые есть в нашем городе. Вот почему школа номер 4, номер 21 и номер 6 у нас на особом контроле. Что касается данной школы, шестой школы, она находится в центре микрорайона Киевки, уже сформирована жилого района в 50-60-х годах. И мы приняли концептуальное решение оставить эту школу как центр, по сути дела, культурной жизни этого района. Та работа, которая проведена, только лишь начальный этап. Дальше будем работать и по фасаду, и, что очень важно, по спортивному ядру школы, которая будет работать в интересах жителей всего микрорайона. В прошлом году здесь починили кровлю. К новому учебному году 2018-2019 отремонтировали пищеблок и обеденный зал. Здоровье человека начинается с питания и спорта, и если за первое в школе отвечает столовая, то к физической активности детей в этом учебном заведении подход нестандартный. Сразу в нескольких кабинетах активно двигаться можно прямо на уроках. В школе внедряют элементы методики базарного. Школьники периодически меняют свое положение, то сидят за партами, то встают за специальные конторки. Все проекты инновационные, которые есть в нашей школе, они имеют продолжение. И мы их ищем для себя, такие, которых нет в других школах. Это тот же элемент методики базарного, это дети, которые учатся за конторками. Это тот же инновационный проект по волонтерскому движению, который утвержден Министерством Республики Беларусь. Он дает свои результаты. И мне приятно, что шестая школа в городе теперь звучит. И о школе знают многие. И школой гордятся, как и родители, дети, ну и, конечно, педагогический коллектив. Сегодня и дети, и педагогический коллектив настраиваются на плодотворную работу. Впереди девять месяцев новых открытий, интересных занятий, творчества и труда. Порой непростого, но очень нужного и ответственного труда, который закладывает фундамент будущей жизни подрастающего поколения. Тут комфортно, тут все друг друга знают, вот, и очень, очень хорошо тут учиться. Особенно, когда я с первого класса, каждый раз добавляется что-то новое, что-то интересное, необычное, вот, и все так ждут чего-то нового. Я люблю очень эту школу, она маленькая, уютная, семейная. И здесь каждый знает друг друга, у нас очень теплая и дружелюбная атмосфера в нашей школе. Я пришла в школу с хорошим настроением, конечно же, немножко с волнением, потому что у меня 11 класс, выпускной класс. Нас ждет непростой год, но увлекательный, и я уверена, что вместе мы справимся со всеми трудностями, которые будут возникать на нашем пути. Анастасия Стропко, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Мы продолжаем главную тему выпуска. Сегодня в Беларуси день знаний. Цветы, улыбки, напутствия и радостные эмоции. Для 38,5 тысяч юных брещан этот день запомнится именно таким. Для молодых людей, которые стали в этом году учащимися Брестского областного лицея имени Петра Мироновича Машерова, стезя лицеиста уже началась. На первой линейке они почувствовали и прочувствовали ту ответственность, которую накладывает на них столь высокое звание – лицеист. И самое главное – лицей и лицеисты 2018 года – ровесники. Им 15 лет. Это самый лучший праздник в этом учебном году. Это мой дом, поэтому я очень рада, что учусь здесь. Тут собраны дети со всей области, можно подружиться с новыми детьми, найти новых друзей. В общем, здорово все. Я люблю детей, люблю педагогов, люблю лицеи. Я жду, чтобы были хорошие десятиклассники, чтобы они поддавались обучению и чтобы самой хорошо учиться. Я надеюсь, что он не станет дорог спустя два года, и он даст мне все необходимые знания, которыми нужны будут для поступления, и даст мне новые знакомства. Так любить свой лицей, как любят его эти ребята и педагоги, сложно и просто одновременно. Ведь для них он стал не просто учреждением образования, а домом, в котором тепло и уютно, комфортно. Здесь вместе творческая молодежь, продвинутая и креативная. Наверное, поэтому торжественная линейка, приуроченная ко дню знаний, никогда в Брестском областном лицее имени Петра Мироновича Машерова не проходит одинаково. Правильнее сказать, она напоминает неповторимое сценическое представление, в котором на театральной подмостке выходят ученики и педагоги, гости и приглашенные родители. 11 класс, моя девочка, поэтому мы очень рады, что здесь учимся, настроение замечательное, надеемся, что так целый год и продлится. Такое замечательное, хорошее настроение. Хорошая о нем слава, то, что получает хорошее знание, и это подтверждается каждый год, что дети поступают туда, когда они хотели. Мы еще посмотрели на сайте, что лицеисты областного лицея, они систематически занимают призовые места на всех олимпиадах, республиканских, областных, поэтому наш выбор и любовь к химии выбрали именно областной лицей. Дорогие друзья, я всех вас поздравляю с новым учебным годом, желаю вам успехов в учебе, здоровья и самых-самых лучших побед во всех ваших начинаниях. Здесь каждому отведена своя роль и место. Старшие лицеисты уступают пальму первенства новичкам, а в этом году 143 учащихся прибыло в стены лицея из всех уголков Брещины. Химики и физики, математики, историки и филологи. Быть может, среди этих ребят будущие нобелевские лауреаты, которые прославят Беларусь в различных областях. Ведь лицеисты, помимо образовательных программ, занимаются музыкой, спортом, актерским мастерством. Но приоритетом для молодых людей являются знания. Я изначально выбрала лицей осознанно, потому что... И я не прогадала, потому что он дал мне огромную возможность для самореализации. Ну, помимо прекрасных преподавателей по нужным учебным предметам, это еще и какая-то внешкольная деятельность. Ну, я выбрала журналистику и очень рада. Лицей — это действительно правильный выбор, потому что, приходя в лицей, ты ступаешь на ступеньку выше. Ты поднимаешься, и при этом ты приобретаешь новый уровень, как бы. В лицее очень серьезная подготовка к централизованному тестированию, и навряд ли нужно нанимать репетиторов для того, чтобы все-таки подготовиться по профильным предметам. То есть они не нужны. Если ты целеустремленный, и ты не тратишь, знаешь, как время свое расположить правильно, составляешь график дня, тогда ты можешь без репетиторов спокойно поступить, куда ты хочешь. Когда только пришли в 10 класс, конечно же, было намного сложнее, как бы больше переживала. Сейчас уже привык, знаешь учителей, знаешь ребят, с которыми учишься и встречаешься здесь каждый день. Конечно, волнительно то, что 11 класс, уже нам нужно будет сдавать ЦТ, и требуется больше усилий подготовки к данному, как это сказать, ну, процессу, испытанию, да, если так можно назвать. Ну, вообще, то, что, ну, учителя очень поддерживают, поэтому будет все хорошо. Я надеюсь, благодаря лицею я смогу поступить в учебное заведение, которое я хочу, хочу. И я, это пока секрет, я надеюсь, у меня все получится. Одной тысяче шестьсот девяносто пяти выпускникам педагоги лицея имени Машерова за 15 лет работы дали тот базе, который называется «Знание». Именно этот базис позволил стать выпускникам в этой жизни успешными людьми. И это понимают те ребята, которые проходят жесткий отбор при поступлении и оправдывают надежды педагогов, вложивших в их умы и сердца все свои знания, практические умения. В этом году отмечается серьезное попадание при поступлении в ВУЗы. 86% стали студентами белорусских и российских высших учебных заведений. Это показатель, это высокий уровень знаний, которые дают ребятам педагоги лицея. Все достижения наших детей благодаря опытному, высококвалифицированному педагогическому коллективу лицея. Среди нас больше 50% учителей высшей квалификационной категории. Три учителя удостоены звания отличника образования Республики Беларусь. Семь педагогов являются лауреатами премии спецфонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Мы, конечно, безмерно благодарны руководству Брестской области за инициативу открытия областного лицея для одаренных учащихся и за содействие в развитии нашего учреждения. Самое главное, наверное, еще заключается в том, что достаточно хороший уровень, высокий уровень знаний, это подтверждается достижениями лицеистов. Об этом говорили сегодня. Значит, мы гордимся, мы видим, насколько повзрослело наше учреждение и действительно достигает совершеннолетия и хороших таких результатов. Мотивация и креативность лицеистов проявляются везде и всюду. В повседневной учебе и на Олимпиадах, в их какой-то особой подготовке к каждому событию, будь то праздник в стенах лицея или общегородское мероприятие, они могут и умеют все – танцевать, читать стихи и их сочинять. Они певцы и туристы, спортсмены и музыканты и вообще творческие личности, люди, которым в скором времени управлять страной, учить детей, создавать шедевры, делать открытия. Они – молодая Беларусь, им строить будущее. Всем ученикам я желаю крепкого здоровья, конечно, сил, целеустремленности, желания учиться, трудиться, развиваться, познавать что-то новое и, конечно, добиваться очень высоких результатов. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для программы «Итоги недели». Да, Брестский областной лицей имени Петра Мироновича Машерова смело можно назвать элитным учебным заведением Брещины, поступить в которое непросто, еще сложнее доказать – мы лучшие. Но те результаты, которых добиваются выпускники, а их сегодня уже 1695, из них 147 золотых и серебряных медалистов, подтверждают лицей – флагман образования региона. В 2018 учебное заведение выпустило сразу 6 вундеркиндов-стобальников. Один из них – Роман Гайдучик, и у него двойной стобальный результат на тестирование. Накануне 1 сентября наша съемочная группа отправилась на малую родину Романа, в деревню Скоки. Нам удалось побеседовать уже со студентом Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Таких талантов, как Роман Гайдучик, один на сто, уверены педагоги Брестского областного лицея имени Машерова, в том, что их ученик наберет почти максимальное количество баллов. На централизованном тестировании они не сомневались – 397 из 400 возможных. Это первый результат такого масштаба за всю историю существования областного лицея. У него один из самых высоких результатов в республике. Почему? Потому что он именно обязательно делает то, что надо. Вот и он молодец. Но это именно обязательность. И трудолюбие. Он никогда не откладывал ничего на потом. Если может, то делал сейчас. Роману, я так думаю, вельми повезло на наставников, яке в училе гураней. И я стараюсь это за все дыубачить. И тому наставникам, які с початковой школы детям прививают великую любовь до родного слова, вот это их наибольшая заслуга. Потому что первые уроки, когда дети приходят, вельми редко можно сказать, что дети патриоты белорусской мовы. Их мало. А вот роман, наверное, до такого человека относится. И он пронес удячность своим наставникам за весь час, який я зим не лазносина. Потому что, саправды, ему доводилось ашмат працавать с математикой. И он рахтовался до олимпиад. Для учителей результат вполне ожидаемый. А вот сам Рома скромничает и своими успехами хвастаться не любит. Говорит, высокие баллы – это в первую очередь результат настойчивости, усидчивости и неустанного труда его преподавателей. Особенно хотелось бы поблагодарить моего классного руководителя, Головика Валентин Степанович. Он преподаватель физики. И вот мои баллы по физике на ЦТО, я считаю, что это полностью его заслуга. И он мне привил любовь к этой науке. Также хотелось бы поблагодарить преподавателей Крамзина Виталия Павловича, который преподает математику в Брестском областном лице, и Дубровскую Наталью Николаевну, которая позволила мне развивать навыки по белорусскому языку. Ну и, соответственно, в этой школе особенно хотелось бы поблагодарить Харс Анну Евгеньевну. Рома не выделялся как звездой. Он был очень скромным учеником. И вот, в принципе, два года он таким же и остался. Вот не застенчивым, а именно скромным в знаниях. Он не показывал, что он такая звезда. В канун 1 сентября наша съемочная группа застала Рому на его малой родине, в деревне Скоки. Прогуливаясь по пока пустым и просторным коридорам родной школы, юноша вспоминал, именно здесь ему привили любовь к белорусскому языку, а преподаватели областного лицея продолжили развивать таланты по точным наукам. 100 баллов по математике, 100 по белорусскому языку и 97 – физика. Такой результат позволил Роме поступить в один из ведущих вузов страны – Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Молодой человек будет изучать IT-сферу. Выбрал эту специальность, потому что вообще мне интересно работать в IT-сфере. Это хорошие условия труда, это высокая зарплата. Но при этом мне вообще интересно IT-сфера, поэтому, наверное, я выбрал такую специальность и такой вуз. Учащиеся Брестского областного лицея имени Машерова в прошлом учебном году, как всегда, отличились своими знаниями и достижениями на городских, областных, республиканских олимпиадах – золотыми и серебряными медалями. В 2018 учебное заведение выпустило сразу шесть вундеркиндов-стубальников. Один из них – Роман Гайдучик, и у него стубальный дубль. Сегодня можно уже подвести итоги. 86% выпускников стали студентами вузов страны и зарубежья, 75% поступили на бюджетную форму обучения. И это не чудо, это реальность. Просто каждый лицеист на взгляд педагогов – открытие. Чудесное и неповторимое. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Говорим о важном и актуальном. Очередной подарок тысячелетию. На текущей неделе в Бресте состоялось торжественное открытие нового учреждения дошкольного образования. Во втором юго-западном микрорайоне начал свою работу Яслисад номер 7. Участие в церемонии приняли руководители области и города, почетные гости, а также главные виновники торжества – юные брещане. Побывала на мероприятии и съемочная группа БУК-ТВ. Подробности далее. Уже сегодня мальчики и девочки могут весело использовать, проводить время в новом детском саду, а их мамы и папы спокойно работать, зная – чадо под надежным присмотром. Самое большое учреждение дошкольного образования в Бресте построено и оборудовано в соответствии с передовыми технологиями. Торжественная церемония открытия сада состоялась на текущей неделе в Бресте. Это единственный в области детский сад, который имеет трехэтажное здание и с набором всех необходимых помещений для содержания и проживания наших деток. Поэтому я уверен, что он, естественно, будет очень хорошим подарком городу к тысячелетию, который мы в следующем году будем отмечать. Ну и прежде всего, юго-западному микрорайону номер два, значит, и московскому району, города Бреста, где самое большое количество молодых семей проживает, так как этот район очень активно строится. Вы видите, вот вокруг новое здание, и мы и будем продолжать его строительство. Согласно проектной мощности, в смену здесь единовременно смогут находиться около трех с половиной сотен мальчиков и девочек. Группы укомплектованы, большинство ребят – жители близлежащих домов активно строящегося микрорайона. Сад рассчитан на 19 групп, четыре из них специализированные для детей, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем. Наш детский сад оборудован по последнему слову просто педагогической науки. У нас есть все необходимое для полноценно гармоничного развития личности нашего ребенка. И просторные игровые помещения, и уютные спальни. У нас современный пищеблок. У нас, вы видите, красивое надворное игровое оборудование. Поэтому у нас есть все для того, чтобы наши дети были умными, здоровыми, красивыми и счастливыми. Появлению нового важного объекта очень рады и родители, и что примечательно, сами дошколята, которые обычно идут в сад без особого энтузиазма. Но тут другое дело. Конечно, рады, что мы сюда, в этот сад, мы рядышком живем здесь. Новый район, новый сад. Дети ездили совсем в другие сады, в город, поэтому переполнены автобусы. С маленьким ребенком было очень тяжело добираться. Поэтому, конечно, в нашем районе здесь пешочком 5 минут, и мы уже в детском саду. Поэтому очень рады детскому саду. Вам понравился садик? Да. Что именно понравилось? Иговать в кота. А тебе? Садик. Будешь в этот садик ходить? Да. С удовольствием? Да. Нам понравятся садики, мы будем дружить. Обеспечивать деятельность детского сада будут чуть более сотни человек. Из них примерно половина – педагогический состав. Он также полностью укомплектован. Летопись нового учреждения дошкольного образования официально начала свой отчет. К слову, рядом с введенным в строй объектом идет еще одна масштабная стройка. В 2019 году в микрорайоне появится школа, чтобы нынешние дошколята, а также их старшие товарищи с комфортом и в максимальной близости к дому могли усиленно грызть гранит наук. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. До главного областного праздника Аграриев до жинок осталась ровно неделя. В 2018 году торжества, посвященные урожаю и труженикам села, состоятся в городе Высокое. Несмотря на капризы погоды, областной каравай будет увесистым, а имена героев жатвы громко прозвучат со сцены праздника. В преддверии важной даты корреспонденты нашего канала подготовили цикл сюжетов о сельском хозяйстве региона, о передовиках агропромышленного комплекса, ведущих предприятиях и людях дела. Сегодня речь пойдет об открытом акционерном обществе «Ружаны Агро». Тему продолжит Анастасия Стропко. «Ружаны Агро» – одно из сельскохозяйственных предприятий Пружанского района, как сегодня принято говорить, многопрофильное, осуществляет более 10 видов деятельности. Здесь занимаются и растениеводством, и животноводством. Общая площадь хозяйства – более 20 тысяч гектаров. Из них 14 тысяч пашни. Здесь четыре хозяйства в одном. С 2009 года последнее было присоединено. Это были ООО Ворониловичи считались. А так здесь «Светлый путь» – одно хозяйство, второе хозяйство – Ворониловичи, третье хозяйство – КУСП «Ружанский». И четвертое – это колозубы были наши, теперь один из участков, 1 мая. В таком объеме оно уже существует практически с 2009 года. Несмотря на общее большое количество направлений, приоритет – молочное и мясное животноводство. На свиноводческом комплексе сегодня выращивается более 20 тысяч голов. Дойное стадо крупного рогатого скота – около 7 тысяч. Молочно-товарные комплексы немного разбросаны на довольно приличном расстоянии друг от друга. Но это не мешает нашей работе решать какие-то вопросы по хозяйству. Всего поголовья в «Ружанах Агро» составляет 15 тысяч. Это включая как взрослый скот, так и молодняк. По общему валовому производству молока «Ружанный Агро» – лидер в стране. Стоит отметить, что молочные реки здесь высокого качества. Со всех семи имеющихся молочно-товарных ферм на перерабатывающее предприятие молоко уезжает только с сорта «Экстра», что в переводе на обычный язык означает «самое лучшее». Люди стараются работать. Это их зарплата, это моя зарплата. Да и хозяйство в основном на данный момент. Мы живем за счет молока, поэтому стараемся произвести его намного больше и качественней. Нам помогает свой комбикормовый завод. Комбикормовый завод. Мы делаем все виды комбикормов свои. Ни одну тонну, ни одну килограмму комбикорма мы не покупаем. Производим у себя хозяйство. Это и тонкие свиные рецепты, вся структура, все ингредиенты делаем у себя. Часть некоторой, которой не хватает, мы покупаем. Балансируем рационы по аминокислотам, по белковому сырью. Поэтому можем делать у себя и премиксы, можем делать и белково-витаминные добавки. Поэтому это более неплохое подспорье. Постепенно, но уверенно, на производственную мощность выходит яблочный сад предприятия. Общая площадь – 165 гектаров. Заложен был в 2009 году. Айдорет – белорусская сладкая, Олеся – вербная. Только некоторые наиболее известные сорта природных копилок полезных веществ, выращиваемых здесь с заботой. В данном саду выращивается 21 сорт. Это и летние сорта, и осенние сорта, и зимние сорта. Летние и осенние сорта реализуются, а зимние закладываются на хранение. Чтобы витаминный урожай сохранить, в ружанах Агро несколько лет назад ввели в строй современное фруктохранилище мощностью 3000 тонн. Оно построено с учетом всех технологических требований. 16 камер, способных поддерживать необходимый микроклимат, бережно, но очень надежно защищают урожай. Три года назад здесь установили и сортировочную линию. В 2015 году на предприятии появилась сортировочная линия. Сегодня у оборудования период отдыха, не сезон. С конца октября оно начнет активно работать, начнет калибровать яблоки перед реализацией. Сегодня на предприятии работает более шести с половиной сотен человек. Большой коллектив, большая территория, большое число направлений деятельности. Здесь не привыкли останавливаться на достигнутом или почивать на лаврах, хотя вполне могли бы. Ружаны Аграни – однократный лауреат и призер конкурсов и соревнований. Но в мыслях работа и планы на увеличение мощности, использование потенциала, расширение производства. Сегодня работаем над тем, что строим свой убойный цех по убою крупно-рогатого скота. Я так думаю, что где-то через месяца два-два с половиной у нас уже все соответствующие документы. Мы приведем соответствие и закончим цех. И будем убивать крупно-рогатый скот у себя на бойне. И дальше параллельно работаю над тем, чтобы запустить цех по производству сыровяленых копченых колбас. Но это мое будущее, оно где-то будет, я предполагаю, если все нормально, к январю-февралю следующего года. И уже закуплено оборудование у себя, в столовой у нас есть АБК, в деревне Колозубы закуплено оборудование на изготовление и выпечку своего хлеба. Поэтому будем готовить свой хлеб. Я так думаю, если все нормально и все пойдет, ну к октябру месяцу уже будем своим хлебом. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. В последний день августа в Бресте стартовал молодежный чемпионат Европы по гребле академической. В 22 видах программы одного из самых медальемких видов спорта соревнуются 530 грибцов из 24 стран. Престижный континентальный форум представляют лучшие команды Старого Света, в числе которых и сборная Беларуси. На домашней воде конкуренцию европейским атлетам составят 46 белорусских спортсменов. Нынешний спортивный форум – еще одно доказательство того, что Брестский грибной канал и его инфраструктура – одна из самых лучших в Европе. За церемонией открытия и предварительными гонками наблюдала наш корреспондент Ирина Альшова. Чемпионат Европы по гребле академической среди спортсменов не старше 23 лет – это самый крупный международный турнир, который принимает Брест за последние годы. 530 спортсменов из 24 стран. Выбор Брестского грибного канала не случайен. Его современную инфраструктуру и оснащение высоко ценят и спортсмены, и руководство Ассоциации гребли. Брестский грибной канал является одним из лучших в мире. С удовольствием приезжаем сюда на международные мероприятия. Помимо этого, хочется отметить ценный вклад белорусских грибцов, которые всегда занимают лидерские позиции в нашем виде спорта. Мы ценим их вклад. Рады приезжать в Беларусь, на грибной канал в Заславле и, конечно же, в Бресте, чтобы продвигать греблю вперед. Проведение мероприятий на высоком уровне для Бреста не в новинку. У областного центра богатый опыт проведения знаковых форумов в спортивной сфере. Созданная здесь база позволяет претендовать на проведение соревнований элитного уровня. А это – престиж города и страны на мировой арене. Это стало возможным благодаря вниманию президента Республики Беларусь к развитию спорта в нашей стране и строительству современных спортивных сооружений, в которых мы сейчас находимся. Мы надеемся, что условия, созданные на данном грибном канале, активная поддержка болельщиков на протяжении этих двух дней чемпионата будут способствовать духу средования и честной спортивной борьбе. Вместе с вами мы сегодня, завтра и послезавтра впишем в летопись развития гребли академической новое мероприятие, которое, надеюсь, останется у вас в памяти. Почетным гостем церемонии открытия чемпионата Европы стала легендой мировой гребли двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен. Известная белорусская спортсменка – частый гость на Брестском грибном канале. И сейчас готовится к очередным мировым стартам с брестскими гребчихами Татьяной Кухтой и Кристиной Староселец. Сейчас сижу с девочками молодыми в четверке. Одна из них будет выступать здесь, здесь на чемпионате Европы. И они вдвоем, в двойке, в прошлом году были чемпионками до 23-х. К сожалению, маловато у нас. Этот олимпийский цикл как-то не очень молодежи мало. И посмотреть по сезону, как выступали, то нет медалей ни до 18-ти, ни до 23-х. Сейчас вот я надеюсь, что завтра, послезавтра покажут наши молодежи, на что они готовились весь сезон. Изюминкой открытия стал парад флагов стран-участниц, который прошел при поддержке Брестского байкерского клуба «Золотое крыло». Продолжился праздник спорта на улице Советской. Вместе с брестским фонарщиком представители каждой делегации прикрепили к городским фонарям символические лопасти весел, окрашенные в света флагов стран участниц чемпионата Европы по гребле. Было очень приятно, потому что ни в таком городе такого не было. И как бы люди, даже просто обычные люди это видят как бы приятно. Основная борьба за медали чемпионата Европы развернулась утром 1 сентября. На классической дистанции 2 километра одними из первых в предварительных заездах стартовали экипажи «Одиночек» и «Двоек». Белорусская сборная выступает в 13 видах программы из 22. Финальные заезды пройдут в воскресенье 2 сентября. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска «Бук.Информ». На ближайшие дни я, Виктория Сащенко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 2-3 сентября на погоду в Бресте окажет влияние теплая и неустойчивая воздушная масса, поступающая с Украины. По-прежнему дни будут отмечены переменной облачностью. В ночные и утренние часы – туманом, умеренным ветром переменных направлений. В воскресенье ночью температура воздуха составит 16-18 градусов, днем – 26 со знаком «плюс». 3 сентября в понедельник воздух прогреется до 25 градусов в течение дня.